Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Рут, и сегодня мы продолжаем бороздить просторы мёртвого космоса. И что же было в предыдущей серии? А в предыдущей серии у нас было полное нашествие этих самых некроморфов, кое-как отбились, и сочли это всего лишь за карантин. Какой-то банальный мелкий карантин. Плюс нам какой-то доктор сообщил то, что не делайте глупостей, нельзя допустить того, чтобы обелиск попал в плохие руки, иначе распространение вируса, всё будет дальше, и дальше, и дальше. И сейчас нам надо также найти наш сингулярный конвертер. Вот как раз это задание. И давайте приступим к этому нелёгкому делу. Ху, до сих пор помню эту предыдущую серию, меня до сих пор трусит это их нашествие. Я думаю, то, что этого больше не повторится. Чем дальше говорят, тем тяжелее. На самом деле это так и есть. Ты куда? Эй! Мужик! Мужик от нас убежал! Алло! Ты чё? Мужик бегающий. Чё он убегает-то? Я не некромор, а видимо сейчас что-то произойдёт. А потому что опять-таки, опять-таки нас готовят к каким-то событиям, потому что разбросаны много боеприпасов. Надо перезарядить всё оружие, а то мало ли сейчас на нас нападут опять. А я не вооружён. Так, нам надо сюда. Тот чувак забежал туда. Я не знаю, от кого он убегал, но мне кажется, это просто какое-то дикое, дикое место. Я бы тоже отсюда свалил. Да вот не могу, мне надо теперь обелиск этот спасать. Чёртовый. Здрасте, мордасти! Ну-ка открывай дверь. Воу! Чё-то тут всё трясёт. А, видимо здесь что-то будет происходить, потому что эти... Это электричество. Вроде бы. Так, блин, я думал силовой узел. Блин. Вот так как раз-таки этот сингулярный конвертер. Ай, не хочу туда. Сейчас будет что-то очень-пре-очень плохое. Тут... Ладно, тут никого нету. Это... О-о-о-о! Вот оно в чём дело. Так, отодвиньте, пожалуйста. А, нет. Я неправильно делал. Подожди, мне бы просто понять, как это вообще всё работает. То есть, если я зайду сюда, меня сейчас разорвёт на части, да? Или нет? Хрена себе. Я к такому не был готов. Так, а я не понял, а как эту штуку управлять? Я так понял, эта штука нам помогает? Так, это я понял. Ай, я могу его двигать вперёд. А стойте, у него, видимо, какие-то эти есть рамки свои, да? Так, давайте-ка налево. Вот сюда вот. Ай-яй-яй! Не гори, Айзек! Так, а куда дальше-то? Так, видимо, это мне фигня не подходит. Давайте-ка попробуем вот эту вот. Надо просто двигаться за ней. Так. Так. Так, стоп. О, это отлично толкается просто вперёд. Ой-ой-ой. Плохое это занятие. Так, это можно разбомбить, да? А, давайте-ка все тогда перерубим. Может, тогда... Ай, да господи! Я же ничего не делал! Айзек! Так, твою мать! Отодвигай быстрее эту хрень! Да я же далеко... Вы чё творите-то, алё? Рядом, что ли, надо стоять? Ага. Прямо рядом работает эта штука. Так, эту сломали, эту сломали. И что дальше? Что это изменило? Новая волна? Так, ладно. Проще убежать. Так, значит, что-то теперь надо сделать с этой стороны именно, да? Теперь я понимаю, почему он убегает. Так, тихо! Так. Как ты не сломалась? Да, блин, теперь это мешает. Что за напасть? Ломайся. Следующее. Давай, нашествие. Фух. Все... Все аптечки просадили. Видимо, это какое-то убирает питание. И, скорее всего, эти волны сейчас прекратятся. Тихо, тихо, тихо. Давай, последняя штука. А, и что это нам дало? А, все. Отлично. Фух. Слава тебе богу. Так, а это что за такое? Во, сингулярный конвертер. А! Твой питание двигателей. Да ёкарный бабай. Да здравствуйте, блин. Свой питание, двигатель. А! Ты еще пугаешь. Черт, ты его достал. Это то, что нужно. Тащи его на пассажирскую палубу. Вы такие интересные, блин. Она пугает теперь двигатели, эти пугает. Вы с ума сошли? А! Пошел вон. Ой-ой. Сейчас все развалится по частям. Все разваливается. Так, аптечку дайте-то хоть одну. Так, блин, опять нас готовят к каким-то событиям. Почему так много патронов? Я, конечно, не против... Не против. Но... Не особо-то не охота-то. Да давай, поднимай. Все. Быстрее, 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 быстрее. Давай. Никого нету? Тут все разваливается просто по частям. Надо бежать, но бежать не хочу, потому что сейчас все точно развалится. Хэмман! Здорово! Я искал тебя, но мой передатчик отключился. Клево! Пойдем. Похоже, ты нашел сингулярный конвертер, это наш беда мой. Пойдем. Тащи его в всю ногу! Метчи! О, мать, боже! Я не могу его тронуть. Хэмман! Ой-ой-ой! А-а-а! Я не могу ему даже помочь. Ну, спасибо, дружище! Козел, блин! Хэммонда убил! Иди сюда! Сюда, тварь! Я знаю, как с тобой разбираться. Иди сюда по-мужски, разберемся, давай! Что, ты думаешь, что ты самый крутой, да? Ты думаешь, что ты самый крутой? Отлично, вот и валяйся. Я тебе спинку почешу. Ой, как хорошо чешется. Ой, прекрасно просто. Отлично, тебе нравится? Давай, иди сюда! Хэммонда убил! Что мы нашей барышне скажем? Давай! Да, господи, я сейчас сам сдохну! Я сейчас сдохну. Если я его не убью, я сдохну. Если я его не убью, сейчас я сдохну. Да давай, сдохни ты уже! Да я тебя ненавижу! Да, ёкарный бабай! Козлина! Чё-то он очень сильный. Это, походу, какой-то видоизменённый уже некроморф. Потому что я помню... Вот он, зараза. Давай, сучка! Да блин! Таран гребаный! Давай, иди сюда! Что самое интересное, Айзек просто отодвинуться не может. Я не успеваю это сделать. Давайте этим оружием ему... Почешем его спинку. Давай! Неплохо, да? Ай-яй! Айзек, так чё ты ногами топчешь-то? Дурачок! Давай! Беги сюда! Беги сюда! Да! Отродие демона! Ты ещё не всё, что ли? Ещё не всё, что ли? Ты ещё не всё? Скажи, что ты всё. Нет? Он ещё не сдох. Он же ещё не сдох. А он сейчас сдох. Вот ты козлина, а! Он Хэммонда убил. Хэммонд сдох. Нет! Чёрт! Теперь остались только мы, Айз. Он на моих глазах просто умер. Офигеть! Хэммонд, ты не вовремя пришёл. Очень не кстати. Блин, тут всё просто валится. Хэммонд ещё умер. Это вообще как-то... Критическая полоска в топливном отсеке. Я уже понял. Немедленно покиньте корабль. Я б с удовольствием. Так дайте мне как его покинуть-то. Я покину его. Ой-ой-ой. Всё валится. Надеюсь, тут не на время, а то я не успею. Внимание! Критическая полоска в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Я понял вас. О, аптечка. Отлично. Поехали, 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 поехали. Внимание! Критическая полоска в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Да я вроде покинул тот отсек. Но мне кажется, мы сейчас упадём. Столько взрывов. Блин, надо аптечек потом покупать. А то у нас совершенно ничего не осталось. Немедленно покиньте корабль. Так, а мы где? Мы в каком отсеке? Не в топливном? Боже мой, так всё как взрывается-то! Я уже понял. Всё, я покидываю корабль. Покидаю. Давай, поехали. Чё-то долго загружает. О, это чё такое? А чё мне здесь сделать надо? А, я же здесь был вроде, да? Только мы теперь через другой путь проходим. Ой, как всё трусит-то! Ужасно всё трусит. Так, всё, вот сюда вот оно. Покидаем этот корабль. Давай, 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 открывай, открывай, открывай. Всё, пошли. Зона гравитации. Фу, закрывай. Отсек этот, пошли дальше. Мне кажется, этот отсек Отсекётся каким-то образом. А то мне неохота было рухнуть вместе с ним. Блин. Аптечку мне. Там... О! Нет, пошёл вон, у меня и так проблемы. Ещё и ты теперь тут. Давай, козлина. Ещё не нравится, да? Ага. Мне тоже вот не нравится, когда ты нападаешь на меня. Из-под тишка. Зараз... О, магазин. Слава тебе богу. Фу, напряжёнка. Это вообще дико как-то. Так, где-то у нас был в рюкзаке алмазный полупроводник. Отлично. И мы должны купить теперь... Так, что у нас тут? Вот эти вот, чтобы не захламляли. Лезвие трубореза тоже вот. Ну, просто, чтобы места было гораздо больше у нас. Так. Аптечки. Давайте-ка всё-таки купим несколько силовых узлов. Вот так. Десять тысяч оставим. Мало ли, вдруг нам аптечки понадобятся. Но мы всё-таки будем знать то, что мы можем что-то улучшить. Какой-то элемент брони, либо... Не брони. Так, транспортный. Всё, мы прошли эту главу. Отлично. Этот сек мы сделали? Фух. Жесть. Глава девятая пройдена. Мёртвоприбытию. Сейчас будет глава десятая. Как она, интересно, будет называться? И по ней... А вот как раз. Мёртвоприбытию. Кто у нас может быть мёртвоприбытию? Так это Хэммонд. Он прибыл к нам и умер. Просто как... Я пропустил... Я пропустил название. Но, в принципе, ничего страшного. Сейчас она тоже такая выпрягнет сразу. О, что? Давай. Странно. Нет сигнала. Я обнаружил членок, о котором говорил Хэммонд. Чёрт. Его процессор не отвечает. Это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ техкоманды. Если найдёшь все запчасти, мы сможем запустить его. Хорошо. Как обычно. Пойди, принеси, подай. Мёртвые какие-то эти. Я чуть немного не понимаю. Вот кому это надо было делать? Я думаю, некроморфы бы так бы не сделали. Нет, просто мне интересно, кто будет некроморфом вот так вот перебинтовывать головы? Видимо, тут какой-то паукообразный теперь этот монстр будет у нас. Либо он обвивает-то головы и потом высасывает все внутренности через голову, через мозг. Ещё девочка какая-то поёт. Так, это не надо нам. Ну что, поехали. Так, я вижу верстак. Это хорошо. Так, и что у нас у нас? Текстовые сообщения. Давайте-ка прочитаем. Статья юнитологии. Став единым, мы вознесёмся. Юнитология, новая надежда или очередная афера. Кэрри Ван Откин. Надо привести последние 200 лет в глухой марсианской колонии, чтобы пропустить рождение и становление юнитологии самого быстро растущего религиозного течения. Ну, я не люблю религиозные течения. Именно в этой игре. За всю историю человечества. Церковь юнитологии. Ну, мне кажется, церковь это как эти церковные фанатики. Они всё под своё влияние делают. Церковь юнитологии насчитывает миллионы последователей, среди которых множество влиятельных фигур мира, политики и бизнеса. Её активы составляют 78 миллиардов долларов. Ну, только представьте, 78 миллиардов, да это ж много. А в ценных бумагах транспланетных корпораций. А сама церковь владеет двумя крупнейшими финансовыми структурами Земли. Из малоизвестного культа юнитология превратилась в уважаемую и официально признанную религию, которая, а некоторые аспекты этого течения, общеизвестны. 200 лет назад Майкл Атман, профессор антропологии, во всеуслышание объявил власть Земли в заговоре с целью сокрыть величайшую из находок человечества артефакт, или, как его ещё называют, обелиск, вот как раз за которым мы сейчас будем, скорее всего, охотиться, который был создан, вне всякого сомнения, и непланетной цивилизации, некроморфами. А хотя власти тут же поспешили объявить Атмана сумасшедшим, его заявления породили сомнения в сердцах некоторых людей. Загадочная смерть Атмана только подогрела общественный интерес к фигуре и заявлениям профессора. Юнитологи искренне считают, что обелиск содержит некий код, который позволит нам перейти на новую ступень эволюции и достичь рая, либо же ада. Загвоздка в том, что сначала придётся умереть. То есть, получается, человек умирает и превращается в некроморфов, и это является раем. У них какое-то смутное представление о рае. Вообще. Что обелиск содержит? Так, некий код, они заявляют, что правительство спрятало обелиск и засекретило всю информацию об этой находке, в том числе и в результаты научных исследований. Распространившись, так, по всем человеческим мирам, юнитологи проповедуют догматы, о мученической смерти Атмана и о том, что придёт день, когда с небес спустится сам Господь и заберёт нас в свои чертоги. Да вжить после смерти. Всё это звучит невинно, если бы не ряд некоторых очень сомнительных моментов. Все прихожане юнитологической церкви делятся на ранги. Об этом, конечно... Что так много-то читать-то? Об этом, конечно, не говорят в открытую, но критики считают, что существует, как минимум, три различных иерархические ранги. Так, стоящих над обычным посвящённым. Чем выше ранг юнитолога, тем больше секретов открывает перед ним церковь. Это какая-то секретная корпорация, как ФБР, которая, как ни трудно догадаться, получает взамен все финансы продвинутого прихожанина. Думаете, расстаться со своим сбережениями — это всё, что можно потерять? Приготовьтесь. Церковь также требует от своих прихожан, чтобы они завещали культу собственные тела после смерти. Зачем? Что юнитологи будут делать с трупами? Увы, это неизвестно. И любые попытки проникнуть во внутренний круг лидеров культа закончатся провалом. Хотя даже не знаю, насколько вам понравился бы правдивый ответ, учитывая основной догмат юнитологов «Перерождение через трансформацию», ходят упорные слухи, что церковь финансирует собственную судостроительную программу. Кто-то даже утверждает, что видел флот юнитологов, стоящий из огромных кораблей мавзолеев. Возможно, это и не пустые домыслы, хотя никаких документальных подтверждений им обнаружить не удалось. Продолжение страницы 94. Теперь мы, по крайней мере, понимаем, что здесь вообще происходит. Церковь всё пододвигает под свои руки, под свою власть. Почему я не могу взять-то? Я не могу взять. Пододвигает под свою власть, делает так, чтобы никто не обнаружил вот этот вот самый обелиск. И якобы он является каким-то достоянием религии. Хотя мы сами уже давным-давно поняли то, что это недостояние религии, это просто сумасшествие. Этот артефакт превращает людей в некроморфа, который пожирает других людей, ихнюю плоть. Жесть. Так, давайте какое-нибудь оружие всё-таки. Объём. И пойдём на урон. Можем, да? Ущерб. Всё, отлично. В принципе, неплохо. Кто-то поёт до сих пор. Мне это, в принципе, не особо-то нравится. Конечно, поёт прикольно, но, увы, увы, я не фанат таких песнопений. Так, давайте-ка немножечко ещё дальше пройдём, потому что мне что-то... Эта история так интересно стала, что я хотел бы продолжить. О-о-о-о, тут... Опять ты! Ты идиот! Вот он, тот самый религиозный фанатик. Капец. Капец. Сыграйте свой рой. Узрите же раскаяние настоящего верующего. А-а-а! Это он дырки в черепе делал. Ты придурок, дурак. Они готовы. Возьмите их. Поглотите их. А мне больше интересно, как его не поглотило до сих пор. Как он вот такого-то спокойно гуляет по этой палубе? Что-то тут не так. Его же должны тоже будут захрумкать. Тут даже... Тут бежать не получается. Тут бежать не получается. Он вязнет в этой жиже, которая на полу находится. Столовая. Ждите. Отчего ждать? Ой-ой-ой. Что-то звук не особо-то меня не порадовал. Сердце бьется. Религиозный фанатик. Вот он, типичный религиозный фанатик. Что делать? Блин. Отстреливать надо этих... Сосунков. Сосунков. Иди-ка сюда. Ах ты, головоногий. Иди-ка сюда, каркатица. Блин. Каракатицу не просто так взять. Они где-то здесь. Они карабкаются по стенам, интересно мне. Надеюсь, нет. Я не могу бежать в этой жиже. И это очень плохо. Ёкарный бабай. Ты будешь разрушать, да? Что ты хлюпаешь-то? Поздоровался и ушел. Ну, пока. Ладно, до свидания. Капец. Религиозный фанатик. А каким образом он здесь вообще вмешан в эту историю всю? Вот это мне очень интересно стало. Наверное, это глава всего вот этого культа. Так, надо взять что-то более такое. О, мамамия. Семь. Нет, нет, нет. Слендер пошел нафиг. Их несколько даже. Нет, нет, нет. Господи, у вас как много-то. Меня зажали, меня зажали. Пошли вон. Пошел вон. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Что ты делаешь? Ты дурак. Ты дурак, что ли? Отпусти-ка меня. Аптечка, 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 быстрее. Да нет, меня зажали в угол. Да ты издеваешься, что ли? Пошел вон. Оторви ему язык, его поганый. Да, мать твою. Они меня в угол зажали, гады. Это неприятно было. Ладно, пробежимся, бобыстрик мы. Я, в принципе, уже понял, что здесь вообще происходит. Надо не дать теперь зажать себя в угол. Может, я вас все-таки отстрелять смогу? Вот, ну вот, стрелил. Может, на одного будет меньше? На ду караказицу. Ты, понятно. Ты до свидания давай. Ты там ползай. Ладно. Я, в принципе, это понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, какое оружие, интересно, не... Не-не-не, до свидания. Пока. Ты вы там пишите письма там. Так, давай сюда иди. Слушайте, их не просто так убили. О боже, как их много-то. Беги, беги, Айзек. Твою мать. Иди, вон. Пошел вон. Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Так, отпилим-ка вам конечности все ваши. Ох, сколько вас каракатиц-то. Вот это, блин, полный ад. Кромешный. Это никак словами не описать. Вот этот ужас, который сейчас вообще происходит. Сколько вас-то каракатиц-то? Пошли вон. Они неплохо так урона-то наносят. Фу, какие же вы твари, а? Я не могу ничего сделать. Во! Отлично. Отчасти мы избавились. Осталось еще какие-то... Остатки. Давай, иди сюда. Ты еще жива? Господи, ты самая живучая каракатица из всех. Тебе можно премию выдавать. За самую живучесть. Хоть аптечку дали. Ладно, на этом спасибо. Так, это что у нас? Остатист батарея. Неплохая такая столовая. Да. Все по феншую. Стены. Все потолки в одном цвете. Мне нравится. О, силовой узел. Я вижу силовой узел. О, дартс. Кто хочет в дартс поиграть? Дружище. Я когда-то снимал летсплей. И теперь я вот вешусь здесь. Ладно. Я тебе помогу, дружище. Не обессудь. Задание выполнено. А какое задание? А какое задание я выполнил-то? Найдите навигационные карты. Так я еще ни одной не нашел. Это же не навигационные карты, правильно? Ну, здесь ничего нету. Зачем я сюда шел, я понятия не имею. Какие-то навигационные карты, но их здесь нет. Просто логично. И здесь нет. Я просто осматриваюсь вдруг, что пропустил. Ну да ладно. Поехали. Вверх. А вверху у нас что? А вверху у нас... Новые приключения. А, это старые приключения. Просто в новой оболочке. А куда нам идти-то? Нам действительно необходимо поговорить. Я рядом с вами и... Я знаю, вы захотите меня выслушать. Я могу все объяснить. Я... Исходит. Соберите навигационные карты и я впущу вас на пост охраны. Нам есть что обсудить. Поспешите. Я надеюсь, что нам есть что обсудить. Мне кажется, ты чем-то похож на тех же самых религиозных фанатиков, которые вот этот бородач был. Бородатый мужик. Ой-ой. А мне кажется, здесь будет у нас проблема. Эта вся жижа, она не дает быстро передвигаться. Сейчас нам либо от кого-нибудь надо будет убегать, либо... Ой-ой. Нет, 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 спасибо. Вы там это самое. Успокойтесь, пожалуйста. Отпилить тебе все конечности. Давай, щупай. Ай-яй-яй. А, мастер доджа. О, привет. Как дела? Ой-ей. Ты не вовремя. Ты не вовремя пришел. Абсолютно не вовремя. Давай. Что? Красавчик. Думал самый крутой, а нет. Я тут самый крутой. Я же Айзик. Да сколько ты можешь рожать этих тварей-то? Что-то очень много этих тварей он рожает. Давай последний щупальцу тебе. Все, готов? Нет. Тут ты, блин, каракатица. Наконец-таки, блин, он отрелаксировал свое. Так, все. Че это такое? Это че такое? Ох, твари. Какой же ты мерзкий. Получи. Под своей плохой, немытой рожей. Все. С тебя, думаю, хватит. Так, нам надо сюда, да? А как я сюда попаду? Зачем мне в туалет? Странно. Зачем мне в туалет? Так, а там закрытый же. Я же ничего не путаю. Вот. Закрыто. А как нам это все? А, вот до чего техника дошла. Так, ладно. Надеюсь, там будет какая-нибудь сохранялочка, потому что мы прошли уже довольно далеко. На всякий случай. Чтобы никаких сюрпризов. Так, спальный какой-то отсек. Угу. Система жизнеобеспечения спального блока Б отключена. Тут должен быть рычаг открывания двери. Ого. Там какой-то слон рычит. Я не хочу туда идти. Так, ладно, сохранимся. О. Ну что, дорогие друзья. Я думаю, мы прошли достаточно много. Нам повествовали несколько историй, где мужик просто гоу в голову втыкал какой-то, видимо, религиозный фанатик. Я так и не понял его сущности. Как его не убили до сих пор? Вот мне больше это интересно. И нам какой-то то ли доктор, то ли ученый говорит найти те самые ключи, и он впустит в какой-то пост охраны нас. Эх. Думаю, дальше будет только интересней. Так что оставайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Увидимся в следующей серии Dead Space. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok